Сегодня одной из главных проблем для социальной психологии и психологии развития является проблема подросткового суицида. Если даже опираться только на те сведения, которые доступны в открытой печати, то у нас за последнее время опять участились случаи суицидальных попыток. Я, употребляя слово «суицид», все время говорю, что речь идет все-таки о более точном психологическом понятии аутодеструкции, разрушения самого себя. И вот когда происходит очередная попытка, когда очередной подросток совершает попытку, а иногда он ее завершает, он не только совершает, но и завершает, то есть он погибает, Сразу собираются различные комиссии, сразу начинается интенсивная работа, сразу начинаются все, кто так или иначе причастен к подростковой проблематике, искать выход. Выход всегда один. Подростка вольно или невольно признает о том, что у него была неуравновешенная психика, а врачи-психиатры подберут соответствующий диагноз, чаще всего это бывает предсуицидальная депрессия. Депрессия – это первый признак того, что он готовится к суициду. Я не всегда согласен, опираясь на свой более чем полувековой опыт общения с подростками, общения в кризисных ситуациях, начиная с далеких 70-х годов прошлого столетия. Я исхожу из того, что у подростка есть так называемый суицидальный диатез, предрасположенность. Этот суицидальный диатез не возникает на пустом месте. Есть наука, которой я занимаюсь и которой я отдал много времени. Это социально-психологическая виктимология личности. Социально-психологическая виктимология личности раскрывает механизм зарождения этого суицидального диатеза, а потом его реализацию. Вот в основе этого механизма лежит такое психологическое качество, как виктимность, уязвимость. Уязвимость подростка к определенной группе критических жизненных ситуаций. Это разные могут быть жизненные ситуации, они классифицируются как конфликт, кризис, фрустрация, стресс и так далее. Но они разные, так сказать, по сфере проявления, по полю, на котором они появляются. Это могут быть ситуации в семье, в дружеской компании, чаще всего, как ни странно, бывают в школе. В школе вообще сегодня надо говорить об интерактивном травматизме подростков. Интерактивный, значит, травматизм, рожденный во взаимодействии. И вот мы никогда не задумывались о том, что виктимность формирует линию, которая объясняет причины. И я работаю с виктимностью, с причинами ее порожденными. Не зря социатрия, это область моей практической деятельности, это буквально, если перевести на такой доступный, ненаучный, но понятный язык, это лечение межличностных отношений. Причиной того, что подросток рано или поздно совершит попытку суицида в той или иной форме, являются патологические межличностные отношения в семье, а сегодня уже можно с полным основанием говорить в школе, в культуре повседневной жизни. Патологическими они являются тогда, когда во имя доминирования кого-то, кто хочет властвовать, кто хочет повилять, кто хочет чаще всего утверждать свою позицию, подавляются другие. В семье это довольно распространенная система, как и ни странно, в школе тоже. Есть очень много учителей, которые имеют в своей психологической структуре две триады. Это темную триаду, и пусть меня простят, дорогие коллеги, триаду враждебности. Вот эти две триады или шесть характерных черт, вольно или невольно, в межличностные отношения в семье и школе вкладывают патологию, страданию. Подросток не развивается с детства, он страдает в процессе развития. Никто не замечает, семья это закрытая часть общества. Мы чаще всего показываем семейные спектакли, фотографии, какие-то, так сказать, видеоряды, где счастливая семья что-то делает и так далее. Но есть повседневное, обыденное общение. Вот в этом повседневном, обыденном общении чаще всего формируется межличностная патология развития ребенка, которая и зарождает у него виктимность, уязвимость. Она проявляется в дисфункциональности каких-то психических процессов, психических механизмов, накапливается потихоньку, аккумулируется. И как только подросток попадает в трудные жизненные ситуации, возникает ситуация невозможности, которую он, подросток, преодолеть не может. Для чего я это все рассказываю? Вы понимаете, говорить о суициде и причинах его породивших, когда подросток уже совершил суицид, поздно, но нужно. Но я бы все-таки хотел обратить внимание всех родителей, всех учителей, школьных психологов, социальных педагогов, социальных работников. Вообще всех, кто так или иначе соприкасается с ответственностью за воспитание детей. А воспитание это управляемый процесс развития человека. Обратите внимание на то, что первыми свидетельствуют о возможном риске суицида, это психологические дисфункции. Наши школьные психологи сегодня не умеют ставить эти диагнозы, говорю откровенно. Да их и никто не учит этому. Мы должны посмотреть, как у него работает внимание, как работает восприятие, а главное, как работает мышление. Потому что от того, как понимает ребенок, как он осмысляет происходящее, во многом зависит его самооценка, его идентификация. И я сторонник того, что суицидальные мысли приходят в состояние экзистенционального вакуума, когда нет выбора в жизни, когда человек оказался в тупиковом состоянии, но он не доверяет нам. Поэтому мне кажется, если мы начинаем работу по превенции, предупреждению суицидальных попыток, мы должны предварительно начать работу по формированию доверия между взрослыми и подростками. Я горжусь тем, что есть очень много подростков, которые мне доверяют. Я всегда сохраняю условия наших отношений и благодарен тем родителям, которые не требуют от меня, чтобы я им все рассказал. Я горжусь тем, что они доверяют, и даже когда кончается моя работа с ними, они не посещают больше мои занятия, они все равно мне пишут, рассказывают. И я несу это как самое дорогое. Доверие одного человека к другому, мне кажется, это самое главное. Если сегодня в семье и в школе не будет идти глубокая, серьезная, психологически грамотная, превентивная работа, то другой фактор, который потолкает это социально-психологическое давление, увеличивается. Социально-психологическое давление на ребенка увеличивается. Сама социально-психологическая ситуация в нашей жизни все более и более усложняется. Вот смотрите, с одной стороны уязвимость психики, с другой стороны давление, значит критических ситуаций будет больше. У них нет ресурса адаптивного, они не смогут адаптироваться к этому. Подросток теряет способность жизни. Я хочу, чтобы каждый из вас понял, начинать надо сегодня. Надо взглянуть на своего парня или девушку, кто рядом с собой. Не раздражаться тем, что они что-то сделали не так, как мы хотели. А надо попытаться понять, а могут ли они это сделать. Проблема суицида – это проблема жизнеспособности в критических трудных ситуациях. Ее надо развивать. Ее надо развивать, а не лечить. Я использую термин терапия в том значении, которое означает спокойное и долговременное ожидание. У терапии есть не только лечение, но есть еще значение ожидания. Терапевт – это человек, который своими действиями создает основу, я имею в виду социального терапевта, для ожидания результата. Для меня результат – это жизнеспособность в критических ситуациях. Чтобы она произошла, надо взглянуть другими глазами на вашего ребенка. Не глазами врача-психиатра. Вообще надо медицинский редукционизм и проблемы отношений потихоньку убирать. Это проблема вексимологии. Это проблема вексимизации. Мы своими патологическими отношениями, своими придирками, мы делаем его жертву. У него не развиваются функции. Но об этом я с вами поговорю потом отдельно. Главное, чтобы вы меня поняли. Все начинается с дисфункции, самых элементарных психологических процессов, состояния, с потери возможности регулировать своей жизнедеятельностью. Посмотрите за этим. Редактор субтитров А.Семкин